Ну и тут, возвращаясь к началу, что такое ум? Способность просчитывать последствия своих действий и слов. Вы идиоты со всем, что вы такое делаете. Страна-то катится, она просто катится. Пока нефть была дорогая, она катилась очень медленно. Вот, а теперь ситуация изменилась на глобусе, она катится все быстрее, быстрее и быстрее. Когда Владимир Владимирович в послании к федеральному собранию начал рассказывать про наши мега-ракеты, которые там долетят 8 раз вокруг земного шара и попадут туда, куда надо. Ну, в моем представлении, это сигнал, что мы уже стоим на краю вообще. Все, дальше уже война открытая. Потому что это уже предупреждение, что у нас бомбы есть и они до вас долетят. У нас есть бутылочное горлышко в руке, не подходите. А через какое-то время после этой речи мы просто случайно остановились где-то между съемками. К нам подходит парень из КБ, занимающегося проектировкой вертолетов. И шепотом рассказывает, что все импортное, все, все. Чертим, пишем, считаем. Еще постоянно отгружаем мозги туда, которые нас покидают, несмотря на все спецдопуски. Какие ядреные ракеты. Не поверишь, и с ракетами абсолютно то же самое. И с танками то же самое, и со всем то же самое. То есть победные реляции, что у нас здесь что-то вот это, здесь что-то вот то. Есть ядерный щит, который построил товарищ Сталин при помощи товарища Берии. Нравится это, не нравится. Живем мы сейчас только за их счет. Только поэтому нас еще не порвали на какие-то удельные княжества. В рамках которых сначала нам грозит гражданская война внутри страны. А потом тотальный развал. Вы этого для нас хотите? То есть если ваши идеи, условно назовем их так, ведут нас вот к этому. Может это не совсем правильная идея. Я, например, жить хочу, как и все. И хочу, чтобы дети мои жили тоже. Не под ядерными ударами и не в норах, если останутся живы. Вы зачем меня сюда ведете? Вы что мне предложить хотите? Эволюцию, не раскачивание лодки. Вы сами ее раскачиваете, в моем понимании. Мне кажется, они ее не раскачивают, они ее просто догрызают.